ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень интересный момент. Сейчас автозек заезжает на тройку. Только неизвестно зачем. А, второй оперфолк прибыл. А, их даже не пускают на тройку. Видите, стоит. Ряженые. Подогнали второй оперфолк. На людей. По вашему. Это вы не уважаете 9 мая. Мы это уважаем. Но вы не уважаете. Ну как вы на 9 мая подарок делаете ветеранам? Ну и что? А ветераны выйдут 9 мая, а березов нету, которые они сажали? Вы слишком глубоко мыслите. Я хорошо мыслю. Значит, вы не уважаете память 9 мая. Это из пальцев высасывания. Нет, это не из пальцев высасывания. Это естественная реальность. Сейчас мы примерно ветеранам покажем, как мы им думаем о них. А вы придите потом. Скажите дедушке, что вы вырубили дерево, которое посадил ветеран. Не, ну вы скажите этой дедушке, что вот там ветераны высадили дерево, а мы их так просто так срубили, потому что мы не хотим, чтобы они в пальник взяли. Зачем автозер, когда отделение вяжет? Да вообще зачем автозер? Вот, понятно. Такси. Они же незаконно вас удерживали здесь в углу. Правильно? Сейчас, сейчас. Нарушают. А, вон они, второй перпок. Вот он. Вышел. Это, на самом деле, не автозер, а привезли полюсию. Нет, там пять человек ушло. Ну, пять человек, не так на машине спешил. Тоже гружать. Я спросил у них, кого они приехали защищать и от кого. Они сейчас защищают народ, только народ. Ну, народ у них, для них и вот... Господа охранники тоже народ. Не, не позволяет сказать за них люди. Ну, народ. О, охранники. Конечно, разомнись, старик. Смотри, женщины еще подходят. Надо размяться. Спина за текла. Спина за текла и упрощала. Понятно. Ну, да, да, да. Ну, часто вы делали насилие над женщинами недавно. Ну, хватит вам. Ну, вы вообще-то не пытались, что его... Задерживали. Ну, здесь люди же говорят, что вы держали людей в неволе. Люди говорят, ну, как вы посмотрите? Ну, вот давайте посмотрим. Девушки, вот здесь говорят, никто никого не задерживал, никто никого не толкал. И вообще мы мирно себя ведем. Только помогали. Только поддерживали. Да, только, говорит, помогали, поддерживали, чтобы девушки не пострадали. Вот, кстати, часто охрана говорит, что они никого не били. Подождите, подойдемте, подойдем сюда. Здесь человек просто пытается. Они Митрохина депутата повалили на землю, чуть-чуть не ногами его пинали. Я лично... Ну, они говорят, нет, они это не делали, они все нежно это делали. Видео есть, ну, что там, они... У них и дедушек и бабушек нету, которые воевали. Они рассказали, что есть, и они ценят 9 мая. Я не помню. А сегодня же не 9-й можно бить. Да, вот он говорит, сегодня же не 9-й, сегодня же 5-й мая-то. А у них только все больше и больше. Теперь еще... Это государство, которое воюет против собственных граждан. Я считаю, что это беспредел уже собянинской команды. Это агония. Ну, понимаете, здесь у нас город, это Собянин. Они вместе, они вместе. И то, что вот здесь творится, это просто беспредел. Путина... Вот так относительно... Секундочку, Путина ругать нельзя. Никто никого не ругает. Нельзя. Это часто нас уголовно наказуемо. Мы, налогоплательщики, мы официально предоустроены. Собянина можно, Путина нельзя. И вот это отношение государства к нам, как к налогоплательщикам... Понимаете, они когда собирают общественный совет для того, чтобы поддержать вот эту стройку, они приглашают не жителей, а рабочих. Людей, которые здесь работают. Которые в Москве никакого отношения не имеют. Да, они приезжают с окраин. Так они привозят сюда с окраин людей для того, чтобы они были беспощадны к москвичам, потому что они никто не любит москвичей. Вот и все. Это не то, что кто-то любит москвичей, кто-то не любит. Здесь историческая застройка существует. Это исторический центр города. Еще Иван Грозный ездил по этой дороге. В Александров, в Лавру он ездил. Понимаете, здесь стояли исторические дома. И то, что сейчас... Кошмар. Ну, я согласен. Кирилл, а вы изначально здесь находились? Кирилл, вы изначально здесь находились? Нет, нет. Сегодня я, к сожалению, подъехал недавно. Я тут был вчера. У нас тут был сход жителей. Мы тоже товарищи, рассказывали, что это происходит. Я, к сожалению, вообще... Мои родители жили здесь, а сам я сейчас жил в другом месте. Поэтому, к сожалению, не могу... Ну, понятно. Ну, вот это мы сейчас разговаривали с известным лидером группы Али... Аркадий Кот. Аркадий Кот, вот, Кириллом. Вот. И вот он тоже здесь живет, и он тоже здесь не беспокойный. Он здесь присутствует. Он здесь находится вместе с людьми. Вот. Спасибо ему большое. А мы сейчас будем здесь стоять и будем стоять. Мы никому не мешаем. У нас же у всех президентские разрешения по этому случаю. Нет, здесь ритуар. Мы можем стоять. Здесь вот стоянка, вот она сделана. Здесь сделана стоянка. Ну, потихонечку... А они вот эту дорогу перегородили, да, получается? Тоже зайдите? Да. Ну, сегодня утром-то и у нас выбрасывались дороги. Мы сказали, это санитарная зона, дорогу трогать нельзя. Все, потому что это единственная дорога, проходит здесь. Нет, они выбросили народ. Мы дали телефон какой-то, сказать. Выбросили народ. Сказали, что мы поддерживаем, чтобы не упали люди. Они выбросили. Ну, вот и они же как поддерживают, чтобы не упали люди. Да. Ну, вот они сейчас там сказали, что они никого не били. Они нежно, это самое... Обнимали. Обнимали. Вы знаете, когда меня схватили... Сексуально переставали. Когда пять вот молодых, рослых бойцов этого ЧОПа, да, когда тебя схватили с вместо велосипеда, передоступили, говорят, чтобы вы не упали. И я кричу, нога, потому что у меня нога после 5 там операций. И они меня с этой... На несколько метров меня отбросили. А вот скажите, пожалуйста, здесь вот мне уже Собянин еще два года назад издал приказ, что заборы должны быть прозрачные. Я чё-то не вижу. Как издал, так и забрал. Нет, он не отменял свой приказ. Значит, забор должен быть прозрачным. Забор не прозрачный. Значит, нарушение? Нарушение. Таких у них, знаете, сколько таких нарушений? Что если вы говорите про забор, то есть... Фонариков нету. Порезь. А сейчас там усовы? Ну, сейчас-то нету. Иначе можно смело посылать... В ЕГЭ Рене там тип пользования участка гостиницы. Чего то? Туда поеду походу. В фарт-отеле, где продается элитное жилье, гостиницы. Да, то не очень соответствует тип пользования участка. Нет, мы сейчас идём чисто по этому, да, варианту. То бишь, здесь должны быть фонарики, должен быть прозрачный забор. Да, по закону. Навес сам по себе должен идти над этим самым, над пешеходной дорожкой. Пешеходная дорожка должна не менее двух метров. Ну, здесь они сократили, вот, я смотрю, на полметра. Да, они сократили эту пешеходную дорожку. Так, стоп. Чё-то намечается. Никого не трогать? Ладно, бы приехал. Подождите, а не вызвать ли нам ГАИ? У нас отняли дорожку, во-вторых, как люди будут проходить, дорожка должна быть не меньше, сколько там метров? Два метра, не меньше двух метров должна быть дорожка, по закону. Они сейчас сделали полтора. Так же, как они сказали, это 23 метра, а он будет там 30 метров, здание домика. И не трехэтажное. И вот идет полное нарушение, сотрудники полиции бездействуют. Вот и все. Ну, молодец. Ну, молодец. Молодец. Давайте здесь теперь все еще и засрем стаканчиками, а? Молодой человек, вы меня слышите? Здесь что, помойка? Ну, вы уберите сейчас, вон помойка. Вон помойка. Вон помойка, два шага пройдите. Вы знаете, сколько таких уже здесь ходило, мы потом уберем. Готовимся, готовимся, готовимся. Вон помойка, ну два шага пройдите. Один человек, что без басту, захватит все. Спасибо. Ага. Куда он убирает? Да пускай там все уберет. А, он еще поднял. Значит, на площадке собачки эти. Вот за это спасибо. И куркур тепло, не валите с этим. Там маски валяются. Да или пикит валится. Скажите. Вот у нас люди стоят. Сотрудники полиции. Там за углом один автобус. А там, получается, второй автобус поставили, да? С той стороны? Да, но он же туда ехал еще один. А они заезжают, у них же там парковка около полиции. А зачем надо было вообще автобус, когда здесь полиция рядом? Нет, это же не подиция. Это не ОМОН, это второй оперполк. Это ОМОН. Это не полиция. ОМОН есть ОМОН, но это полиция. Смотрите, даже на них написано полиция. Ну, они точно написаны. Ну, это второй оперполк. Ну, заборит уже. Нет, вот он. Еще один. Извините. Вот, ГУНДД, это городской ОМОН. Как много у нас желающих повоевать. Ладно, пока у нас не приходит, прекращаю. Ну, а как-то, что сделаешь-то? Они нарушают. Вот мы постоим здесь, что мы нарушаем. Они нарушают. Вот видите, они зато на другую. Подожди секундочку. Это у них ладно. До этого вот. Вот эта территория так остается. Это так садил метрохим, и ему сказали это. Что они дальше не пойдут. Они остановятся здесь. Ну, что, пускай-то, Данил, что, будем на видео снимать. Я стою, где я там, я имею право стоять. По закону имею право стоять. Виктор, прошу прощения. Получается, вот так вот нерусские завоевывают Москву. Так вы не имеете права это делать, здесь люди. Вы обидели. Техники безопасности снимайте, у кого есть еще это сам. Снимайте, пожалуйста, нарушение техники безопасности. Прямо на длине они размахивают грузом. На стройах не делал, вы что? Начальник, вы не пойдете. Нет, а вы куда сюда? Нам полиция сказала, что вы не пойдете дальше. Она сейчас заявила. Митрохин заявил сейчас, что начальник дал нам обещание, что дальше вы не пойдете. Вот пришел какой-то человек, который что-то хочет приклеить. Ну вот. Сейчас, наверное, какую-то новую информацию. А не то, что там наклеил Митрохин, то нету, отсутствует. Разрешение строительства такое-то, такое-то, да. От 24-го, 12-го, 2000-го. А когда у вас стройка началась? Слышь? Когда у вас стройка началась? Вот эта... Она началась еще на прошлой неделе. А, то есть нет, там, потому что нет разрешения, выдано от 24-го, 12-го. 20-го года. Нет, туда-то когда все заградили. Заградили еще на прошлой неделе, и у вас все. Вот, видишь, они сейчас то, что написал Митрохин, они сейчас стараются все исправить. Ну да, да, да. Уже пишут, что не хватает какой-то информации. Здесь еще должна быть информация про Ордер. А, да, Ордеру Айти еще нету. Так нет, здесь еще нету... Каждый раз будет, каждый раз будут... Здесь еще нету информации по поводу вырубки деревьев и... Да это вообще сейчас... Посадки деревьев, понимаете? То есть здесь неправильно что-то сделанное. Здесь должны быть сейчас страхные санкции за неправильное оформление информационного счета. Да, неправильное оформление информационного счета еще. Что происходит, они заново? Нету, просто сейчас то, что указал там Митрохин, они то и сделали. Да, как бы. Первый раз повесили номер разрешения. Ну, но здесь нету... Сейчас нету. А, нет, есть номер. Вон он. Зато нету номера ОАТ. Ордера на ОАТ нету, да, номера. Вот, и нету информации по деревьям. Раз они решили там еще захватить эту территорию... Здесь должно быть. Здесь должен быть размер участка. Ну. Здесь все должно быть. Здесь указан должно быть размер участка, да, согласен с вами полностью. Нету размера участка. Здесь какой-то неправильный он. Вообще щит. У них юристы какие-то странные, да? А вот есть вообще гармония для этого. Сейчас гармония... Вот, у них сейчас штрафы... Смотрите, фонариков нету, штрафы. В апреле они еще на 1000. Вот. Дело в том, что у них есть срок. Устройства этого всего дают определенный срок. Я курю по часам. У меня оттетка ограничена. Я говорю нет. Смотрите, фонариков нету, штрафы. Смотрите, фонариков нету, штрафы. Ну и так, фонариков нету. Как ez? За 3-х.